Урловский район расположен на северо-западе Гродневской области и занимает площадь почти 1400 квадратных километров. На его территории раскинулось более 330 населенных пунктов, где проживают около 30 тысяч человек. Горжусь тем, в каком взаимопонимании, в дружбе живут. Здесь у нас люди разных национальностей, разных конфессий религиозных. Вороновский район известен благодаря богатому историческому наследию. Первое упоминание о землях Вороновщины относится к 1217 году. В летописи указаны имения под названием Радунь и Жермуны. Сегодня центром района является городской поселок Воронова. Почти полвека назад он был известен как Болотно. Историки до сих пор не знают точной версии, когда и при каких обстоятельствах местечко Болотно переименовали Воронова. Название произошло от фамилии Воронов. Это человек, который одно время владел этими землями. Но такая героизированная немножко и поэтизированная легенда гласит, что у этого графа было пять сыновей, и все они сложили головы за интересы Российской империи в борьбе с его врагами. И вот, чтобы компенсировать как-то эту невосполнимую утрату высочайшим повелением, ему были дарованы эти земли. Район, как и многие другие белорусские земли, входил в состав и Российской империи, и Польши, и только в 1939 году присоединился к БССР. Во все времена этот регион славился своими выдающимися деятелями. В Вороновском районе родился член-корреспондент Краковской академии наук, археолог, этнограф, краевед и фольклорист Вандолин Шукевич, историк-археолог и военный инженер Театур Нарбуд, ученый в области ботаники, зоологии и природоведения, доктор философии Станислав Юндил, соратник Костуся Калиновского Людвиг Нарбуд, религиозный деятель еврейского народа Хаим Хафиц и другие. Как и большинство западных земель нашей страны, до 1939 года все это принадлежало Польше. При панах жизнь была, говорят, спокойной, уравновешенной. Люди были толерантны и терпимы друг к другу. Во всяком случае, молились, кто кому хочет. Кто хочет в синагоге в поселке Радунь, постройке начала 20 века? Кто хочет в костеле святого Тадеуша? Кто хочет в церкви Александра Невского? Церковь святого Александра Невского – первый православный храм, построенный на этих землях после Великой Отечественной войны. Именно на этом месте был расположен костел святого Тадеуша, построенный в начале 18 века мстиславским воеводой Масевичем. Сейчас здесь местный дом культуры. Мы не знаем, что в связи с этим приобрел город Воронова, но то, что потерял уникальный образец готической архитектуры – это точно. А это наследник знаменитого костела – костел святых Симеона и Тадеуша. Он был построен в середине 90-х годов прошлого века и в архитектурном плане заметно уступает своему предшественнику. Кстати, в поселке Радунь дом культуры тоже расположен в культовом здании. И есть ощущение, что Радунь и Воронова похожи друг на друга и соперничают друг с другом. Некоторые поселения Вороновского района известны аж с 1217 года. Например, в летописи «Мемориал Германика» говорится о местечке Радунь и деревне Жермоне. Это Радунский дом культуры. Но у него очень интересная история. Это еврейская ешива. Высшее учебное заведение, где готовили равенов. Основатель этой ешивы – рабин Израиль, мэр Хафицхайм с Радуни. При жизни Хафицхайма она уже имела это название. Хафицхайм – в честь знаменитого еврейского талмудиста и моралиста. Это пятый костел у Радуни, який был побудованный в 1933 году. Первый костел у Радуни был побудованный в центре королевой Бонной в 1556 году. Наступные костелы так само исновали в центре. Але шматрекие войны, якие пройшли прозрагу, яны отложили след. Были гэтай костелы знищены. Поэтому прихожане отбудовали гэту чудовный костел в межвоенный час. Музыка 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 В Вороновском районе огромное количество интереснейших мест. Одно из них – костел Святого Георгия в деревне Асаван. Музыка Здесь уже было все то, что только надо сохранить. Музыка 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 Все реки района входят в так называемый Неманский бассейн. Основные притоки Дитва и Жижма. Жижма, речка вроде небольшая, но очень симпатичная. И рыбы, говорят, здесь просто не сосчитать. Вода из лесного родника впадает в речку Жижма. А ее целебное свойство привлекает сюда не только белорусов, но и жителей соседних стран. Ой, помолодел лет на 20. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В районе деревни Тракели находится высшая точка района над уровнем моря. 215 метров. Просто такой местный эверестик. Субтитры создавал DimaTorzok В Тауккине размещенный геологический помник республиканского значения. Перунов великий камень, а он является не только геологическим помником, и он является помником истории и культуры нашего края. А что это за холмы такие странные? Это старожитное городище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, последняя. Вся вот эта красота стала декорацией к великолепному спектаклю под названием «История любви великого поэта Адама Мицкевича и польской красавицы Марыли Верещака. Они познакомились еще на Новогрудщине, в усадьбе Тугановище, которая принадлежала семейству Верещака. Однако Марыля вышла замуж за графу под камерой и переехала вот сюда, в Больтинике. Как говорится, мужчина женится по любви, а женщина выходит замуж за перспективу. Наверное, не сумела оценить перспективу молодого студента Виленского университета Адама Мицкевича, польская красавица. Или, наоборот, сумела. Кто их поймет, этих женщин? Уже будучи известным поэтом, Адам Мицкевич не раз приезжал сюда, в Больтинике, где его принимали как самого дорогого гостя. Адам и Марыля чаще всего встречались вот здесь, в этой роще, возле Грабского парка. На этом камне они выбили крест и поклялись помнить друг друга всю жизнь, что бы ни произошло. Наверняка, любовь к Марыле озарила все будущее творчества великого поэта. Существует поверье, что если прикоснуться к этому камню двумя руками и загадать желание, оно обязательно сбудется. Давайте попробуем.